всем привет мои хорошие приветствую вас на своем youtube канале как вы поняли сегодня снова будет рецепт хлеба да ребята я его пеку практически каждый день он очень вкусный но в основном пеку как уже я говорил сам до муку сам добавляю все ингредиенты соль дрожжи в общем все 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 как положено ну вот купил я еще одну смесь попробовать хочется попробовать все-таки разные вкусы хлеба какие бывают сегодня у нас с вами вот такой хлеб будет 7 злаков готовая смесь не знаю захотелось попробовать все-таки хлеб со злаками тоже вроде как полезный так готовить мы будем с вами его в хлебопечке вот можете нажать паузу почитать что здесь пишется как готовить в духовке как готовить либо печки все очень просто мы готовим хлебопечки над сегодня нам нужно с вами добавить всего лишь одну столовую ложку растительного масла и где-то 270 280 миллилитров водички принципе и все все очень просто так воду я уже приготовил масло приготовил емкость для хлебопечки приготовил и саму хлебопечку я уже приготовил и подключил к сети так не забываем ставить лайк этому видео потому что лайки поминкают рекомендовать мои видео новым зрителям все жду ваших лайков не филонте так смесь я уже открыл дрожжи я уже открыл но не как обычные ребята ничего нового обыкновенные дрожжи хлебопекарные кстати почему-то сегодня пришел понюхать они пахнут очень вкусно ваниль и не знаю почему но показаться мне точно такое не могло вот смесь выглядит вот так какие-то семечки травы даже очень приятно пахнет так начинаем готовить с вами значит смотрите внимательно да по вашей хлебопечке какие ингредиенты сначала нужно загружать в емкость мои хлебопечки идут сначала жидкий ингредиент поэтому я сначала заливаю водичку у меня где-то 280 миллилитров вот так дальше беру растительное масло ну столовую ложку ребята я всегда на глаз ее кладу вот так теперь засыпаю сухие ингредиенты то есть это наша смесь для выпекания хлеба прямо вот так вот водичку полностью все так готово теперь немножко ложечкой как обычно разравниваю так ну вот так нормально в середине делаю небольшое углубление вот таким способом и сюда засыпаю полностью весь пакетик сухих дрожжей вот так все мои дорогие мы большую часть с вами сделали теперь берем нашу емкость со всей смесью устанавливаем ее хлебопечку закрепляем проверяем до чтобы она плотно стояла все закрываем хлебопечку я буду выпекать на основном режиме это режим белый хлеб выставляем вес 750 грамм цвет корочки у меня стоит средний я хочу сделать по золотистее все все установки мы с вами сделали теперь запускаем программу все пошел процесс замешивания теста силиконовой лопаточкой нужно будет немножко помочь со скрепти так сказать тесто со стенок и все забываем на три с половиной часа про наш хлеб конечный результат я вам уже покажу так друзья ну что как обычно показываю вот собственно говоря хлеб уже только-только готов я его вытащил прямо сейчас из хлебопечки он еще очень горячий вот такого прекрасного цвета получился нигде ничего не прилипло замечательно сейчас я его вытащу лопаточкой также по стеночкам пройдусь вытащу дам ему остыть и уже собственно говоря конечный результат мы посмотрим посмотрим какой он получился в разрезе ребята пахнет просто невероятно очень вкусно пахнет так что все достаю и ждем когда он остынет ну что мои золотые вот и готов хлебушек остыл точнее готов нужно он немножко остыл но правда еще такой довольно таки теплый ну что вот такой он получился мне не понравилось только одно то что он какой-то неравномерный по своей форме видите не знаю с чем это связано хотя все правильно делал все выпекается как обычно ну не знаю сам факт что он приготовился и приготовился нормально довольно таки мягкий вроде ничего вроде ничего вот даже семечки кунжута можно увидеть семечки льна где-то я видел темные а ну вот собственно они говорят темные есть запеклись не знаю ребят вот такой хлеб получился сейчас я его разрежу мы бы с вами посмотрим какой же он внутри так разрезаем его с вами аккуратно чтобы сильно не раскрошить как хрустит слышали да хруститель потому что я сделал сегодня прожарочку очень хорошую ребята какая красота и вкуснота что могу сказать хлеб получился обалденным посмотрите вот я вам поближе покажу насколько он воздушный это просто словами не передать ребята очень вкусный аромат от него просто невероятный рецепт удался ну то что форма такая получилась немножко с одной стороны поменьше с другой побольше я думаю ничего страшного так что смело можно покупать такую смесь и смесь и готовить такой замечательный хлеб семь злаков да и опять же прошу отметить что рецепт постный как раз подходит для тех кто соблюдает пост все мои хорошие на сегодня все всем приятного аппетита и до скорой встречи пока пока